не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем все нужно встречать вопросом кто я успокоить свою познать абсолютное счастье когда ваш ум становится тихим и спокойным счастье возникает само по себе есть много способов это сделать один из лучших методов которые я знаю это песнопение песнопение имеют положительный эффект на нервную систему также они имеют другие тонкие свойства которые заставляют он становиться спокойным и тихим давайте подготовимся с помощью песнопения песнопения на самом деле мне неинтересно ваши проблемы потому что я знаю что вы есть абсолютная реальность вы верите что вашей жизни что-то неправильно к вам плохо относится вы мало понимаете или что-то еще это ложь вы абсолютная реальность совершенная разумность вы чистое осознавание это ваша природа и больше ничего нет вы позволяете своему уму диктовать что с вами вы больны или здоровы богаты или бедны вы позволяете своему уму рассказывать вам все это ваш ум вру ваш ум ничего не понимает и вы даете ему силу закармливая его проблемами все больше и больше когда вы принимаете тот факт что вы есть абсолютная разумность ваш ум освобождается он рассеивается ваш ум это ваш инструмент причиняющий вам проблемы остановите свою уничтожьте его не позволяйте своему уму что-то рассказывать кажется в мире что-то происходит вы нечто навылюдаете и реагируете однако мы живем в мире двойственности все меняется в этом мире ничего не остается одним и тем же поэтому как вы можете верить в то что мир вам показывает во что вы можете верить вы можете верить только себе вы можете знать что ваши я это абсолютная истина я говорю о вашем я заглавной буквы вы есть истинная нет такого ваши я и вы есть только одно истинное я есть только одно абсолютное осознавание абсолютная реальность если бы вы приняли только это и не пытались анализировать не пытались сравнивать просто приняли бы что я абсолютная реальность используя слово я я говорю о сознании сознание это все присутствие поэтому когда я говорю я абсолютная реальность то включаю всю вселенную я не говорю о себе роберте я включаю и вас если вы примете мои слова вашем сознании произойдет трансформация ваше сознание вырастет до абсолютного сознания и вы будете свободны все что я могу сделать это признаться вам в своей собственной реальности а моя реальность это также и ваша реальность я сад чита нанда я парабрахман я конечное единство я божественная любовь чистое сознание я есть то я есть пустота нирвана больше ничего нет все ваши беспокойства все ваши страхи не имеют основания есть только одно и вы есть то почему вы не принимаете это подумайте на мгновение о том что вы считаете неправильного вашей жизни откуда появилась эта концепция ваше воспитание самскара из прошлой жизни вы начинаете верить что вы тел и ум это становится причиной того что у вас есть другие проблемы вы отождествляетесь с этими проблемами но я говорю что вы абсолютно чисты прошлое стерта самскара нет нет прошлых жизней грехов нет вы чисты как снег вы когда-нибудь видели белый снег откуда произошло это высказывание я не выдумал его но вы чисты вас нет ничего нечистого вы божественны вы сознание почему бы вам не поверить мне вы верите что вы кто-то еще вы видите что вы человек что вы тело вас зовут мэри или джейн перед жен или джо помните ваши имена были даны вам при рождении а что если бы ваши родители не дали вам ими кем бы вы были возможно вы бы выбрали собственное имя но вы не являетесь своим именем вы не являетесь своим телом он не то чем кажетесь вы больше чем это причина того что человечество как кажется страдает в том что она считает себя людьми они считают себя обособленными когда вы считаете что вы обособлены то начинаете верить что кто-то пытается вам что-то сделать вам нужно состязаться со своей женой или другими людьми поэтому вы пытаетесь делать нечто странное другим быть выше их провести но я говорю вам не нужно делать всего этого вы просто должны узнать истину о самих себе и быть свободными вы просто должны принять что вы есть абсолютная разумность абсолютное осознавание и это вы прошлое больше не существует для вас никогда не существовал это сон прошлое больше не может причинить вам боль будущее не существует существует только сейчас сейчас существует как абсолютная реальность как сознание содержащие себя в себе больше ничего нет быть беспокойным это природа ума все время желать новых вещей ездить в новые места и скучать это природа ума передвигаться с места на место находить новых друзей новые окружений в действительности вы можете оставаться там где вы есть навсегда и быть совершенно счастливыми на самом деле вам ничего не нужно делать чтобы быть абсолютно счастливыми я имею ввиду ментально ваше тело пришло на эту землю чтобы делать то что оно должно делать но это не имеет к вам никакого отношения наблюдайте осознавайте но не реагируйте несчастье приходит потому что вы реагируете на людей места или вещи когда мы больше не реагируете на людей места или вещи вы свободны вам всегда хочется изменить свою жизнь если я что-то поменяю то стану свободным некоторые из нас женятся через несколько лет мы устаем от брака и хотим изменений мы думаем что это сделает на счастливыми но мы обнаруживаем что это не так нет ничего что может сделать вас счастливыми кроме познание себя даже на сатсанге если вы долго ходите сюда через какое-то время обычному человеку становится скучно ему хочется найти нового учителя новое окружение потом ему наскучивает и там это никогда не заканчивается на этих встречах люди разговаривают о том как найти дом в фениксе новой орлеане нью-мехико или сиэтли построить ашрам и после этого как кажется они заживут счастливы но если вы несчастливы сейчас то никогда не будете счастливы неважно куда поедете куда бы вы не поехали вам придется взять себя с собой большинство людей совершает ошибку думаю о будущем они говорят в будущем я буду счастлив когда женюсь разведусь найду новую работу уволюсь работы и ничего не буду делать но я говорю вам что пока вы не будете счастливы сейчас не будет счастья и в будущем идеальное состояние которому вы стремитесь вы должны приобрести сейчас если вы хотите покой ума то не нужно убегать в другую страну или в другой город чтобы пытаться найти его там покой ума существует именно там где находитесь вы покой ума это вы но вы думаете что это нечто в другом месте есть люди которые ненавидят свою работу они говорят я перееду в сет там люди лучше на работе у меня не с кем не ладится отношения здесь в лос-анджелесе я не счастлив и вы переживаете все это там новое окружение и кажется что все в порядке через шесть месяцев сиэтл становится лос-анджелесом проблема тоже люди другие куда бы вы ни поехали вам придется взять себя с собой вы не сможете убежать от себя не верьте что другие сделают вас счастливыми что новое окружение сделает вас счастливыми вначале может показаться что это так конечно бывает люди которые никогда надолго не останавливается в одном месте им становится скучно и они едут куда-нибудь еще в другом месте становится скучно и они едут дальше как долго они смогут так продолжать в конечном счете вам придется встретиться с собой никто не сможет принести вам счастье никто не сможет принести вам покой кроме вас вы должны оставаться там где вы есть несмотря на окружение обстоятельства которые изначально могут казаться неприятными мудрые люди остаются там где они находятся и работают над собой они начинают выходить за пределы тела ума насколько вы начинаете выходить за пределы тела ума настолько вы обретаете и счастье и покой как вам это сделать великие мудрецы продемонстрировали это секрет в том чтобы успокоить свой ум всеми возможными средствами помните ваша настоящая природа есть чистое счастье абсолютная реальность только умственные впечатления заставляют вас верить в противоположное поэтому избавьтесь от умственных впечатлений как вам это сделать это начинается с контроля надумал это начальный этап наблюдать ваши страхи наблюдать все мысли которые к вам приходят осознавать кто думает смотреть и быть свидетелем всего что происходит в вашем уме я не говорю о том чтобы менять негативные мысли на позитивные негативные позитивные это две стороны одной медали это часть двойственности на каждый негатив есть свой позитив и на каждый позитив есть негатив на каждый подъем есть спуск на каждое вперед есть назад вам нужно превзойти это чтобы это сделать вы не играете со своим умом а становитесь тихими и наблюдаете своем свидетельствовать его мягко и расслабленно не имеет значения какие ужасные умственные впечатления могут появляться у вас нет никакой разницы насколько глубоки ваши страхи нет никакой разницы насколько вы оправдываете жалость к себе из-за того что что-то идет не по-вашему не так как вы хотели в этом весь секрет не позволяйте вашему уму рассказывать вам что-нибудь еще он всегда будет говорить посмотри на себя у тебя есть право чувствовать себя плохо у тебя есть право бояться посмотри на мир в котором доживешь человеческую несправедливость друг другу шаткое состояние сегодняшнего мира потом он будет рассказывать о вашей жизни завтра с тобой может случиться что-то плохое ты можешь обанкротиться твой муж или жена могут уйти от тебя ты можешь потерять свою работу такие мысли приходят ко всем вы не единственные но я говорю вам что есть способ превзойти это и стать истинным я которым вы являетесь смотрите на свою наблюдайте его рассудительно посмотрите на то что такое ваш ум не слушайте его помните также что не нужно стараться заменить плохие мысли на хорошие ваш ум всегда будет пытаться увлажить вас и время от времени он будет давать вам то чего вы хотите затем вы начнете верить ему снова верить что он ваш друг а потом неожиданно у вас выбьют почву из-под ног и вы снова почувствуете себя разочарованными и удрученными не позволяете вашему уму контролировать вас вы поймете что когда вы наблюдаете свой ум смотрите на него когда вы не реагируете на то что рассказывает вам ваш ум он становится все слабее и слабее мысли становится все меньше и меньше чем слабее ваш ум тем счастливее вы становитесь это будет вам доказательством затем вы можете сказать представь если я полностью уничтожу свой ум я буду абсолютно счастлив и это правда вы начинайте работать над собой не имеет значение что делают все остальные оставьте остальных покое не сравнивайте себя ни с кем не будьте сурово собой будьте в мире со всей вселенной примиритесь со всей вселенной с царством минералов царством растений царством животных царством людей не имейте врагов позвольте себе любить все по мере такой работа над собой вы обнаружите что старые умственные впечатления распадается начинает сиять ваша подлинная природа по мере того как вы будете продолжать этот путь наблюдая смотря настанет день когда вы зададите себе вопрос кто я это произойдет само по себе это не будет что-то что вы прочитали в книге что-то что кто-то вам рассказал она приходит само по себе это естественное последствие наблюдение своего ума смотрение на свою если вы будете заниматься этим достаточно долго такой вопрос возникнет сам по себе однажды когда вы будете наблюдать свой ум что-то глубоко внутри вас скажет кто я я тело если бы я был телом то было всегда одинаково но я не то же тело которым был десять лет назад когда я был маленьким у меня было другое тело когда я был подростком у меня было другое тело теперь я взрослый я другой я старею кем я буду потом когда я буду немощным и больше не смогу ходить и мои дни буду сочтены кем я буду тогда вы глубоко задумаетесь над этим это придет само по себе затем с вами произойдет кое-что еще вы начнете замечать что каждый раз когда говорить о себе как ребенке подростки взрослом старике то произносите я в этом суть кажется что всегда есть я я был маленьким я был подростком я был взрослым я старею однажды я умру я всегда говорю я когда вы идете спать то говорите я ложусь спать когда вам снится сон говорите я видел сон когда вы бодрствуете говорите я пробужден вы начинаете интересоваться кто это я кто я есть на самом деле всего лишь за счет задавания этих вопросов вашей жизни возникнут феноменальные результаты поскольку ответ лежит глубоко внутри в тайниках вашего сердца в один прекрасный день придет ответ как вспышка света и потом наступит тишина тогда вы осознаете что вы вселенная вы истинное я вы не я как отдельное существо вы являетесь вездесущим истинным я вы будете это ощущать без слов вы будете знать что вы есть абсолютная реальность что выяснишь то которое невозможно объяснить вы есть чистой любовь счастье это произойдет само по себе то что я вам даю это не техника это не философия это образ жизни вы не можете заставить это случится люди годами пытались заставить это случится стать самореализованными свободными от привязанности люди еще годами к сожалению на самом деле они ищут вне себя они ищут помощи в мире мир не может предоставить вам помощь потому что он не существует это сон как сон может вам помочь он просто играет с вами в игры вы осваиваете определенную профессию и считаете что чего-то достигли в этой жизни вы зарабатываете 500 миллионов долларов в год у вас есть дом собственность земля и вы думаете что вы это создали неожиданно у вас возникает рак и все ваши деньги все ваши друзья не могут вам помочь это фокусы которые разыгрывает с нами жизнь поэтому я говорю не гонитесь за вещами все что вы должны иметь в этой жизни все что вам нужно сделать случится само по себе я знаю что это сложновато понять но это правда для всего на этой земле есть божественный план для каждого листка для каждого жучка для каждого животного для каждого минерала для каждого человека всем предопределено для вас все было запланировано поэтому не нужно беспокоиться по поводу того что произойдет вашей жизни не тратьте ваше время преследуя вещи этого мира поскольку однажды вы их покинете проводите свое время пытаясь обнаружить кто вы есть путем исследования кто я когда мы это обнаружите то не только найдете вечный покой и безграничное счастье но у вас также будет чувство бессмертия вы будете знать я никогда не рожден никогда не умру вы будете осознавать я есть я всегда был никогда не было такого чтобы меня не было вы будете пытаться объяснить это своей семье своим друзьям но вы не сможете это сделать поскольку нет слов чтобы описать безграничное вы будете образцом образцом любви и покоя гармонии в мире все образуется само собой ваше тело будет идти туда куда должно и она будет выполнять ту работу до которой сюда пришло однако помните что это не имеет никакого отношения к вам почему потому что вы не ваше тело оставьте свое тело в покое одна и та же сила которая заставляет расти манга которая заставляет расти яблоней которая заставляет солнце вставать и садиться которая дает земле достаточное количество тепла чтобы поддерживать человеческую жизнь эта сила знает как позаботиться о вас вы не имеете к этому никакого отношения ваша работа в том чтобы оставить себя в покое и задавать вопрос кто я на этой неделе мы проделаем эксперимент а его результаты обсудим на следующий я бы хотел чтобы вы задавали себе вопрос кто я в течение всей недели при любых условиях при любых обстоятельствах иначе говоря несмотря на то что происходит с вами что вы будете переживать на этой неделе вместо того чтобы искать ответы искать решение проблем просто задавайте себе вопрос кто и это звучит странно но если вы сделаете то что я сказал то обнаружите что с вами происходит нечто удивительно на следующей неделе мы это обсудим помните что как только вы просыпаетесь утром первое что вы говорите кто я вы не пытаетесь это анализировать думать об этом интересоваться что будет происходить вы просто в первую очередь после пробуждения задаете себе вопрос кто я пока вы будете заниматься своими делами вопрошайте кто я звонит телефон и начальник говорит вы уволены сегодня даже не приходите на работу вместо ответа скажите себе кто я вы выигрываете в государственную лотерею и получаете 50 миллионов долларов вместо того чтобы реагировать вы говорите кто я вы спускаете с лестницы и раните свою ногу вместо того чтобы жалеть себя вы просто перевязываете свою ногу но при этом задаете вопрос кто я другими словами я говорю о том что вы не размышляете о ситуации неважно она хорошая или плохая вы просто задаете этот вопрос кто я при любых обстоятельствах я расскажу чем вам нужно заниматься вы причина того что ваш ум запутался ваш ум привык реагировать теперь вы не будете реагировать вы будете задавать вопрос кто я ваш ум не будет знать что делать он будет в состоянии замешательства поскольку кажется что вы что-то делаете совершайте какое-то действие или плачете или весело и счастливы или злитесь или вам хочется проклинать весь мир ваш ум знает что обычно вы делаете именно это но вы одурачите он и не будете этого делать вы будете задавать вопрос кто я и молчать если ваш ум снова будет доставлять вам проблемы вы снова спросите кто я не важно что преподносит ваш ум вы будете задавать вопрос кто я ум может преподнести что угодно он может рассказывать вам лучше быстрее присматривая за своим бизнесом иначе произойдет что-то плохое просто задавайте вопрос кто я я не говорил чтобы вы становились безразличными и весь день проводили в кровати я говорю о том чтобы вы занимались своими делами не думая о них как я уже раньше объяснял ваше тело будет знать что делать ваше тело будет делать то что оно должно делать но вам не нужно отождествляться со своим телом хотя бы в течение одной недели вы должны отделяться от вашего тела задавая вопрос кто я если вы попробуете это на этой неделе то станете самым счастливым существом который вы только можете представить я могу вам это гарантировать только вы должны это сделать я знаю что некоторые из вас бросит это и не будут экспериментировать потому что думает что их всегда захватывает их ум но именно этого и должны делать если хотите найти вечный покой и безграничную радость и абсолютную свободу на следующей неделе мы обсудим результат те из вас кто практиковали я есть или кто я много лет сейчас говорят я это уже делал но вы не делали это таким образом не правда ли забудьте о прошлом и это новый день вам нужно вернуться кто я вам не нужно забывать повторять это в каждый момент дня если вы сделаете это у вас будут хорошие отзывы на следующей неделе если всего лишь одну неделю вы будете вопрошать кто я я знаю что некоторые из вас бросят это через один день некоторые через час это продемонстрирует вам контроль который имеет над вами ваш ум это докажет что всю свою жизнь вы находитесь под контролем своего ума ловите себя и говорите кто я кто я будет заворачивать любой бесполезную мысль до кто не будет трансцендировать любой мысли и чувства которые будут приходить к вам падающие патриотичные камни и шквалы кто я будет обрушивать их то есть в умственной деятельности чтобы это не было если смысл спрашивать кто я верно но вы должны это сделать когда вы сегодня уйдете за встречи и останетесь наедине с собой то ненадолго забудете об этом затем вы наполните себе но вы должны быть сильными вы должны сказать что-то вроде этого я хочу быть окончательно свободно я хочу найти полное освобождение от привязанности к миру и это мне поможет поэтому я буду продолжать эксперимент и снова я могу гарантировать что вы будете самым счастливым индивидуумом когда-либо жившим на земле если вы пройдете через это дома я записал кассету на которой говорится кто и кто я я ее слушаю это не автоматический шум а в режиме вопроса нормально это использовать вы же не можете весь день и слушать записанное а когда могу скажем вы идете в магазин кто-то даряет вас своей тележкой и вы злитесь вы сразу же ловите себя и говорите кто и вы не можете все время носить свою кассету вы можете использовать кассету когда засыпаете или просыпаетесь и еще кассета может стать костылем вам не нужен костыль вам нужен контроль это мой голос а не чей-то я не слушаю это как автоматический шум я слушаю вопрошение я знаю но все равно это нечто вне вас хотя это ваш голос это вам помогает да нужно чтобы вы говорили это спонтанно каждый раз когда в этом есть необходимость лучше если вы не будете использовать запись если я не использую днем то можно вечером да ладно я понял ваше тело будет делать то что оно должно делать вы будете делать то что будете если вы идете на работу значит вы идете на работу если вам нужно лететь на самолете вы просто говорите кто я но что-то заботиться о вашей жизни ваша жизнь будет продолжаться вы будете делать то что должны делать все само себе позаботиться вы просто говорите кто и вы идете туда куда должны но при этом вопрошаете кто и это не будет мешать вашим ежедневным делам нам кажется если мы не будем заботиться о нашей жизни то никто этого не сделается нас но я снова повторяю что-то сила которая заставляет солнце светить и так щедро наделяет жизни землю знает как позаботиться о вашем жалком теле она знает как и вас позаботиться вам не нужно беспокоиться об этих вещах вы просто говорите кто я всему что происходит и вы увидите вы испытаете это в первый же день потому что в первый день вы будете заниматься своими делами делать то что вы делаете всегда но вы будете счастливее потому что вы не будете думать об этом вместо этого вы будете говорить кто и моя жена подумает что у нее больной муж потому что все недели я буду молчать вы не сможете молчать вы будете спонтанно вы можете отвечать своей жене вы можете с ней разговаривать но все время говорите себе кто и вы не перестанете делать свои дела вы будете продолжать делать все как и всегда но вы замещаете ваши мысли о делах вопросом кто я вы понимаете да думаю да он будет продолжать функционировать ничего не останавливается вот пример представьте что у вас целый ведро грязной протухшей воды которая стояла годами это грязная вода на крыше есть маленькая дырочка и каждый раз когда идет дождь чистая вода капает в грязно капли чистой воды это кто я с течением времени грязная вода растворяется и вы получаете ведро чистой воды этого шума становится чисто вся грязь все мысли вся ерунда начинает растворяться вы становитесь все тише и тише каждое вопрошение кто я это как капли чистой воды кто не замещает ваш думающим попробуйте это необходимость кто я в конце концов отпадает не во время эксперимента нет я имею ввиду позже да она отпадает но попрактикуйте кто я в течение недели когда вы становитесь полностью самореализованным ничего не нужно мы делаем это чтобы увидеть как работает ум и заставить ум ослабить а мысли остановиться все что исходит из ума нужно встречать вопросом кто и и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материала которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране